Вершинами сумрачных крон и миру всему расскажите, как мы воевали за крон. То ливни по шпалам, то колково снега стена, но кто там прожалось, не жалось, нам вовсе нужна. Люди разных поколений делали историю комсомола. Сметнуться в истоках городов, и имени в пути в одно сольются, Кашурников, Стопата, Суравлев. Эту дорогу строили комсомольцы 60-х. И тогда же впервые прозвучала эта песня. Мы здорово жили, мы верно, служили любимой стране. И все ж пассажиры, наверное, не нас будут видеть во сне. Приснятся им парни. У каждого поколения комсомольцев свои проблемы. Говорят, что особенно комсомольцы у нас сильно отличаются от тех, что раньше были. Что как-то неравнодушные или чем-то заняты другим. Полтора года в Афганистане у меня комсомольский был с собой. Да не только у меня, в общем. У всех ребят он лежал в внутреннем кармане. Это слова комсомольцев сегодняшнего дня. ПЕСНЯ Три имени как будто три салюта Светутся в истоках городов. Три имени в пути в одно сольются Кошурников, Стопата, Журавлёв. Три имени в пути в одно сольются Кошурников, Стопата, Журавлёв. Когда я был комсомольцем, то нам как-то задание давали, допустим. Если у меня работа была работать на одном месте, то комсомол поручал мне еще какой-то объект. Когда я буду заниматься тем объектом, но чтобы работа и на том объекте двигалась. Вот пример даже такой я рассказывал Славе. Вода вот так. Походил я, походил. Ну, кто? Все бегают, кричат, кто прыгает. Прыгнул я в эту воду сначала. И четыре женщины. И вот мы выкладывали этот мостик. До самого вечера. Уложили мостик, подняли решетку. Начали пропускать сначала туда. Шпалы пропустили, потому что дальше тоже промоины были. На шпальные клетки выкладывали. А тут вообще все висело. Народу была тьма, как мошкары. А сейчас я посмотрю, взносы не могут собрать с комсомолеза. Это комсомолец. Никакого сравнения. И все-таки Иван Ильич излишний строк. Полтора года в Афганистане у меня комсомольский был с собой. Да не только у меня, в общем. У всех ребят он лежал в внутреннем кармане. Может, комсомол это и была, в общем-то, та организация, которая нас сплачивает. Уже не было так, что какое-то тематическое собрание. У нас просто наши повседневные беды, наши повседневные хлопоты, заботы. Я когда служил в роте в Азоде, у нас был Комсбрюк-Порк, мы там решали такую проблему, она была наболевшая для подразделения. Это неуставные взаимоотношения. И, в общем-то, когда он выступал на собрании, он даже плакал, так, если серьезно. И вот он уволился на полгода раньше меня. И замполит Базалин вот сказал, конечно, таких как Игнатов уже нету, там соргов, которые пласят на собрании. Какая она, дорога, будет у комсомольцев 90-х годов. Продолжение следует...